Вопрос связанный с ножевым боем Помните, да, это было заявлено Эта тема была заявлена в анонсе К этому стриму И вот в данном случае предлагается Смотреть вопрос, смысл его такой Что некоторые ножевики Считают, что Ножом можно работать так же, как работают В боксе Некоторые ножевики полагаются На несколько другие подходы И так далее Вот в первую очередь, конечно, хотелось бы услышать ваше мнение На эту тему Почему такие вещи возникают И кстати, я должен заметить Что подобного рода подходы Свойственны не только Людям, которые Являются приверженцами Ножевого фехтования, ножевого боя И так далее Ну и в других каких-то направлениях Вот давайте это обсудим Иван Иванов пишет Не думаю, что ножевой бой схож прям с фехтованием Ибо дистанция другая Скорее ближе к рукопашному Однако бокс Это не рукопашный бой Это вообще не боевое искусство Это спорт Да, относительно бокса Совершенно согласен Но давайте Спасибо большое за комментарий Но давайте Мы все-таки Обсудим Именно Ножевой бой В контексте Такой модели Боксерской Или в контексте Модели рукопашной Или в контексте Модели фехтования И так далее Так Лео Кретьев пишет Реальный бой на улице Не имеет отношения Ни к боксу Ни к фехтованию Да, совершенно согласен Мы об этом говорили Уже неоднократно И на каждом стриме Мы так Постоянно это повторяем Эту очевидную фразу Ну видимо это то Что нас где-то объединяет И наверное Является отчасти Нашим каким-то слоганом Объединяющим Окей И значит Давайте я вот Несколько слов Скажу просто от себя А, вот Иван Иванов пишет В контексте боксерской Ну думаю ближе будет Чем фехтование Окей Ну смотрите Давайте так вот скажем Смотрите Если мы обратимся К ножевому бою Как таковому Именно к фехтованию На ножах То первое Что надо сказать Ребят Я еще раз напомню То что уже говорил Значит ребят Перочинный ножик То есть это Вот эта вот длина В одну вашу ладонь Или чуть длиннее иногда Штык-нож Считают тоже Ножом И так далее Ребят Это вообще Ну штык-нож Это отдельная тема Насколько она кстати Нужна вообще в армии И так далее Это вообще отдельная тема Чаще всего Это просто некий Походный прибор Который можно использовать В том числе В рукопашной практике Но Как правило Не так уж и используется Потому что В военных действиях Огнестрел куда важнее Куда эффективнее И так далее Вкупе там С гранатами И так далее С такими серьезными Достаточно вещами А нож Или штык-нож Например в военных действиях Ну это скорее Элемент быта Чем элемент Какого-то сражения Хотя есть отдельные граждане Которые Упорно занимаются В том числе Фехтованием На штык-ножах Ну бог с ними Когда мы говорим О ножах Как-то каевых Да То это не перочинный ножик Вот длиной с ладони Все что длиной с ладони Это перочинный ножик Ребят Независимо от того Как это выглядит У нас знаете У россиян вообще Вот эта вот склонность К мочизму Так называемому Да К брутальности Такой странной Да И значит Если даже ножик короткий Но широкий И вороненый Он внушает доверие Хотя на самом деле Любой человек Который любит ножи По-настоящему любит ножи А не любит брутальные ножи Я это имею ввиду Да Он вам скажет Что вот эти вот стилеты тонкие Да Они куда опаснее Куда незаметнее И куда интереснее В использовании Чем брутальные Широкие лезвия Да Так вот все равно Вот это вот все Вот такой вот длины Это Ребята Перочинный нож Нож Это длина Где-то с предплечья С вашей И вот таким клинком Уже можно фехтовать И когда мы обращаемся Например К историческим Школам фехтования Ножами А таких исторических школ У нас кстати Не так уж много Наверняка Я не буду перечислять все Потому что наверняка Я Эта информация В моей голове Не слишком Такая полная Но Все наверняка Слышали Про испанскую школу Фехтования на ножах Да Наверняка слышали И у нас даже выходило Помните видео Связанное С парированием Атак Ножом При помощи Каких-то элементов Одежды Это все Как раз имеет отношение В первую очередь К испанской школе Фехтования Когда фехтовали на ножах Кто в качестве щита Там использовали Действительно Плащи Вот те самые Плащи В которых Знаете Раньше Пышно Расхаживало Как бы Знать На самом деле Это неправда В плащах Расхаживало Не только Знать Но и Плея И по разным Причинам Включая И причину Связанную С самозащитой И известно Еще Использование Таких Клинков Коротких Это Вспомогательный Меч Или Вспомогательный Нож Который Был Свойственен Самураям То что Называют Самурайские Мечи Один Длинный Один Короткий Короткий Меч По своей Сути Это Нож Кто Видел В реале Вы оцените Что это Можно Назвать Коротким Мечом Но Вообще То Говоря Это Всю Жизнь Исторически Назывался Ножом Вот И работа Такими Короткими Мечами Или Ножами Например В японской Среде В среде Самураев Вооруженного Такого Сословия Это Была Тоже Норма Это Надо Было Уметь Безусловно И так Далее Вот Это Если Мы Говорим О Ножах Когда Мы Говорим И Когда Мы Говорим О Фехтовании Мы Говорим Именно О Таких Нажах Значит Нынешние Попытки Сражения На Перочинных Ножиках Ну Помимо Потому Что это Звучит Несколько Смешно Хотя Последствия Использования Перочинного Ножика Могут Быть Совершенно Не Смешны Так же Как Знаете Вот Всякие Бытовые Убийства Бытовые Сцены Бытового Насилия Когда Молотком Кто-то Кого-то Использовал Молоток Для Атак Для Каких-то Или Табуретку Или Еще Гвоздем Кто-то Кого-то Проткнул Всем Известно Может быть Видели Видео Когда У человека В голове Гвоздь Такой Здоровый И так Далее Мы понимаем Что в этом Смысле Любой Подручный Предмет Становится Не менее Опасным Чем Перочинный Можик И в этом Смысле Мы можем Конечно Говорить О фехтовании На гвоздях Молотках Лопатах Совковых И так Далее То есть В этом Смысле Трудно Вообще Говорить О каком-то Фехтовании Да Мы можем Искусственно Создать Очень много Увлекательных Спортивных Событий Если мы Вдумаемся Конечно Игра в футбол Игра в баскетбол Это тоже Очень странное Такое событие Совершенно бессмысленные Действия Согласитесь Но Это действие Собирает Публику И собирает Деньги Поэтому С точки зрения Там Чисто спортивной С точки зрения Сбора Средств С точки зрения Спортивного Какого-то Всего Наверное Живой бой Должен иметь Место А почему Нет Тем более Что подобные Соревнования Проводятся Либо на Резиновых Ножах Либо сейчас Электронные Версии Возникают Такие же Как Фехтование На рапирах И так далее По сути Это салочки Как Сегодняшнее Фехтование Если вы Обратите Внимание Если кто-то Смотрел Олимпийские Игры Фехтования По сути Салочки Задача Не в том Чтобы проткнуть Реально Ты коснулся Электроника На это Отреагировал Ты победил Вот что такое Фехтование В любом Контексте Анатолий пишет Те видео Которые я видел По ножевому Убою Мне довольно Трудно оценить Мне кажется Что у современного Ножевого Убоя Нет четкой базы Стойка Перемещения Техник Вот правильно То есть Фактически Вы сейчас Как раз Выходите На тот вопрос Который Мы обсуждаем Я как бы Начал Сдалека Начал О погоде Как говорится Да Действительно Ребят Когда вам приходится Из головы Что-то Выдумывать Наверняка Вам знакома Такая ситуация Когда вы Хватаетесь Просто за то Что вы Где-то слышали Где-то знали Или за то Что вы просто Буквально Из головы Выдумываете На основе Хоть какого-то Увиденного Услышанного Опыта Поэтому Когда мы говорим Что кто-то Утверждает Что работа Наджем Это то же самое Что боксом Там заниматься Абсолютно Те же техники Там и так далее Ну Да Ну человек Занимался Боксом Теперь взял В руки Нож Гвоздь Я не знаю Рулетку И начал Фехтовать Этими Предметами Ну наверное Да Ему ближе Всего Именно такая Техника Почему бы Ему не утверждать Что это Есть Основа Ножевого Боя Например Хотя на самом деле Это конечно далеко не так Так же как Наверное Люди Которые занимались Какими-то другими Видами Самообороны Или Не знаю Чего-то еще Наверное Они будут это Использоваться Уже по-другому Вот Кстати говоря Обратите внимание На использование Ножа У кавказских народов Кавказские народы Как известно Любят борцовские Вот эти вот практики И обратите внимание Как они пользуются Ножами Очень похоже То есть В данном случае Мы не можем Говорить о том Что существует Какое-то лекало По которому Можно Освоить Фехтование На Перочинных Ножиках Нет конечно И кстати Если бы Например Ко мне Обратились И сказали Слушай А вот ты Вообще сам Как бы Например Ты бы Использовал Вот эти Перочинные Ножики Я вам отвечу Очень легко Либо я бы Использовал Их так же Как и вара Небольшие предметы Которыми Можно Наносить Какие-то там Увечья Зажимать Прижимать Защиплять Что-то И так далее Либо я использовал Так бы Либо Вот честно вам скажу Точно так же Как в фанзе Работа Руками Была бы Такая же Как в фанзе С вами Только у меня Немножечко Из руки Подторчивало бы Это лезвие Которые я Опускал бы Вход Только там Где ему Есть место Не пытаясь Буквально Постоянно Пользоваться Этим Лезвие Это была бы Совершенно Другая работа Она мне Свойственна Мне она Была бы Удобна И мало того Я бы держал Конечно Два Перочинных Ножек Тогда Соответственно В каждой Из рук Это вот Мой Был бы Подход Например Так Дальше Идем Леонид Пишет Вроде техника С оружием И без оружия В ТКБ Основанно На одном Движке Ну Преимущественно Да Вы правы Преимущественно Это так За исключением Каких-то Отдельных Аспектов Ну Первое Что приходит На ум Например Это Юнчунь Байфэ Венчунь Да Венчунь Поддерживает Работу Ножами Бабочками Широкими Да Такими На секундочку Еще раз Это не меч Называется Это Вот это Называется Нож Потому что Его длина Как раз Где-то С предплечья Ваш Вот Венчунь Ножами Фехтует А не Перочинными Ножиками Так вот Венчунь Да Действительно Поддерживает Работу Ножами Бабочками И там Ваша Работа Очень Похожа На то Что вы Делаете Руками Без Оружия Но Венчунь Поддерживает Еще Работу Копьем И вот Работа Копьем Может Напоминать Работу Там Условно Горя Одной Рукой Да Напоминать Общую Кангу Действию Но Ваши Руки Когда Вы Работаете Как Лю Совершенно Не Напоминают Работу Венчунь Понимаете Да Что я Говорю Поэтому Рассуждать О том Что Боевое Искусство Какое Нибудь Если Оно Поддерживает Работу Оружием То Эта Работа Очень Близка И аналогична Работе Без Оружия Но Это Не Совсем Так По Принципам Определенно Близка По Исполнению Как Это Называется Груз Груз На Веревки На Короткой На Длинной Может На Сверх Длинной Мне Нравится Работать Потому Что Это Приятно Когда Некий Предмет Повинуется Буквально Короткому Движению Ваших Пальцев А При этом Колоссальную Мощь Набирает Это Действительно Приятно Это Интересно И Кроме Этого Хороший Стимул Для Развития Ваших Двигательных Программ Хорошо Идем Дальше Эдуард Пишет Любой Нож Это Продолжение Руки Поэтому Можно Применять Техники Бокса С ножом Ну Никто Не Говорит Что Чего Нельзя Я Еще раз Напомню Фразу Бориса Гребенчакова Из Его Повести Ивана Данила Помните Эту Фразу Нет Такого Закона В мире Чего Либо Не Б А Почему Нет Мы Можем Что Угодно Вопрос Эффективности И Эффективность Это Зависит Не от Нашего Трудолюбия Не от Нашего Усердия Она Зависит Просто От Совершенно Объективных Условий Смотрите Для примера Просто Приведу Ситуацию Ну Пример Ну Не знаю Ситуация Связана С Экскаватором И лопатой Как Бы Я Не Упирался Как Бы Я Не Старался Я Никогда Не Обгоню Экскаватор По Объему Вымутого Грунта Я Имею Ввиду За тот Же промежуток Времени Мне Понадобится Гораздо Больше Времени И уж Точно Сил Чем Экскаватор Мы Тоже Это Понимаем Поэтому Делать Что Можно Насколько Это Будет Удачно Совершенно Другой Вопрос Чаще Всего Ребят Выдумки Сначала Всегда Фантазии Выдумки Сначала Всегда Крыляют Кажется Что О Блин Смотрите Я Вселенную Новую Открыл Я Сейчас Прямо Такое Придумал Можно Вот Так Можно Так Но Ребят Чаще Фантазии Заканчиваются Довольно Плохо Потому Что Они Опираются Только На Иллюзии Вообще Фантазия Принципиально Это Иллюзия Я Не Говорю Что Не Надо Развивать Свою Фантазию Не Развивать Свои Часть Это Иллюзия И Когда Вы Работаете С Фантазиями Вы Работаете С Иллюзорным Каким То Материалом И То Что Кажется Удачным Для Какой То Для Решения Какой То Узкой Задачи Может Оказаться Совершенно Неудачным Для Комплексного Решения И Чаще Всего Так И Бывает Именно Поэтому Эти Самоделки Не Все Все Самородки Волшебные Понятно Так Дальше Идем Анатолий Пишет Я пробовал Давать Резиновый Нож Ученикам Увидел Что Кота Карата Здесь Работают Прекрасно Ученики Совершенно Задумывались Применяли Элементы Кота Ну Окей Я Честно Честно Скать Не очень Понимаю Сейчас Как Это Коррегируется С Самим Вопросом Может Быть Вы Имейте Ввиду Что Использование Перочинного Ножика Легко Ложится Не только На боксерской Технике Как было Приложено Но и На технике Кексин Или Штакан Или Вогрю И так далее Вы это Наверное Имели ввиду Окей Подводя Итог Я так думаю Могу я подвести Итог Такой Потому что Я сейчас Прочелаю Потому что Сейчас сам Сказал Я предполагаю Что люди Которые считают Что Использование Подручных Предметов Совершенно Аналогично Каким То Уже Известным Чаще всего Спортивным Практикам Единоборческим Такие люди Я думаю Ошибаются И вводят В заблуждение Других Людей Само Выдавание Вот этого Фехтования На Перочинных Ножиках Зафехтование На ножах Оно само По себе Уже является Вводом В заблуждение Согласитесь Не говоря О том На каком Движке Пытается Это все Выкладывать КОНЕЦ Продолжение следует...